Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине с сомнительной спекуляцией. Мы выпустили видео с сомнительными спекуляциями пару дней назад, и мы обозначили два потенциальных пути. Но в них обоих, они оба включают движение биткоина до 20-го мувинга. Так что мы поговорим об этом и поговорим о вещах, которые стоит высматривать в следующие дни, чтобы дать нам взгляд на то, что возможно для нас потенциально в четвертом квартале года, или может даже раньше. Одна из теорий, о которых мы говорили, это идея о том, что биткоин отыгрывает в похожей манере, как в предыдущие годы после года халвинга. Даже учитывая, что сейчас год халвинга, что если он отыгрывает как в годы, следующие за годом халвинга. И одна из причин, по которой мы об этом говорили, в том, что если вы посмотрите на возвраты от начала года до даты, в прошлом году, в 2023, это больше было похоже на то, что биткоин делает в годы халвинга. 2023 дал нам возвраты, которые больше похожи на год халвинга, чем на год перед годом халвинга. Это кое-что, из-за чего у меня в прошлом году были некоторые проблемы. Глядя на месячные возвраты, каждый год перед годом халвинга, мы видели 6 красных, 6 зеленых месяцев, плюс-минус 1 месяц. 2011 был такой, 15 был такой, 19 был таким. Но 2023 увидел всего 3 красных месяца, что больше похоже на то, что мы видели, скажем, в 2016. И 2012, где большая часть года оказалась зеленой. Даже 2020 был по большей части зеленым, даже учитывая, что были плохие месяцы. Только 4 месяца были красными. 2023 дал нам что-то больше похожее на возвраты годы халвинга. И спекуляция сомнительная, и она может поменять курсы, мы об этом поговорим. Но спекуляция в том, что... что если... 2024 делает что-то больше похожее на годы, следующие за годом халвинга. И что стоит высматривать? Глядя на годы после года халвинга, в 2013, вы видите, как он нырнул вниз летом. Нырнул вниз летом. В 2017 он нырнул летом. То же самое в 2021. Вы можете видеть, что везде были эти просадки, которые примерно сходятся с июлем. И мы можем посмотреть на 2021. Мы упали здесь в мае, но не получили движение наверх до середины июля. В 2017 мы также увидели распродажу в июле. В середине июля. И в 2013 мы увидели минимум на биткоине. Первой неделе июля. Более конкретно, это было 5 июля. Точно там, где последний минимум 5 июля. И если вы посмотрите на дневной таймфрейм, мы говорили о вот этой линии тренда, как об очень важной для биткоина, по мере движения в четвертый квартал. Потому что это линия тренда, которая будет потенциальной поддержкой. И вы можете видеть, что это опять произошло. И это все строится на взгляде на предыдущие годы халвинга и годы после года халвинга. И на мысли о том, что это выглядит больше как год после года халвинга, чем на год халвинга. И если так и есть, то подразумевается, конечно же, то, что летом вы увидите какой-то летний спад. В марте, и в апреле, и даже в мае и июне, когда все кричали, что у нас вот-вот будут новые максимумы. Я повторял себе, что много раз, особенно в годы после года халвинга, или конкретнее в годы, где у вас есть ралли в четвертом квартале, вы обычно видите летний спад, где все думают, что он вот здесь прорвется, и он этого не делает. То же самое было в 2021. И из-за этого, когда вы смотрите, и 2013 сложно рассматривать, из-за того, что возвраты были такие монструозные, что если их усреднить с остальными, все это выглядит как 2013. Но если усреднить, скажем, 2017 и 2021, если их усреднить, и наложить 2024, очень много похожего, и я бы сказал, что это больше похоже на это, нежели на что-то еще. Может быть, с исключением одного, и это одна вещь, о которой нам надо поговорить. И опять же, я скажу это еще раз. Мое личное мнение в том, что это не 2017, не 2021, не 2013, не 2019. Это 2024. Это мое мнение. Мы говорили о предыдущих премьерах не для того, чтобы они сказали нам, что произойдет, а для того, чтобы они помогли нам подготовиться к тому, что может произойти. Понимая контекст истории, это может нам помочь подготовить наше портфолио. Лично я, как вы знаете, мне кажется, плюс-минус открытая книга, мое криптопортфолио было по большей части биткоином с начала 2022. И основная причина, конечно же, в моем убеждении на тему того, что биткоин должен забрать большую часть рынка по мере продвижения к более высоким процентным ставкам. Я пропустил довольно хорошие прибыли в рынке альткоинов и снимаю шляпу перед теми, кто смог заполучить эти прибыли. Я скажу, что то, где мы сейчас, похоже на то, что мы видели примерно летом, в годы после года Халвинга, где у вас есть взрывное движение обратно наверх. Когда все сдаются, у вас взрывное движение наверх. И причина, по которой это как бы похоже, в том, что часто, когда вы смотрите на такие движения, вы говорите, окей, это будет сопротивлением, вот это будет сопротивлением. И потом биткоин просто его пролетает. Вот это будет сопротивлением, и биткоин его пролетает. Это похоже на то, что вы видели в 2021, когда биткоин получил это движение. Мы сказали, что вот это будет сопротивлением. И биткоин просто их пролетел. И в итоге был откат, но не до сентября. И он удержался на ленте поддержки бычьего рынка. Теперь, стопроцентно ли это так? Нет, абсолютно нет. Нету ничего стопроцентного в этих рынках. Одна вещь, которая, я думаю, должна быть на вашем радаре. И я хочу поговорить о схожестях, но также о различиях. Это важно, рассматривать сетап 2019. Не потому, что это должно так отыграть, но просто потому, что есть риски, которые могут отыграть, особенно во время среза ставок, о которых нужно знать. Давайте начнем с различий между тем, где мы сейчас и в 2019. Одно из различий между 2019 и тем, где мы сейчас, в том, что срез ставок в июле тогда и биткоин нашел вершину всего за один месяц до первого среза ставок. Если вы наложите процентные ставки на этот график, биткоин нашел вершину за один месяц до среза. Локальная вершина биткоина была в марте и это было несколько месяцев назад. И если только он не вынесет этот максимум в этом месяце, что будет довольно впечатляюще, давайте просто предположим, что ему нужно время до августа. Но если он это сделает, это будет больше сходиться с 2019. В том плане, что у нас будет локальная вершина за один месяц до среза ставок. Это кое-что, что стоит учитывать. В противовес, это если вы вернетесь на S&P в его истории. Иногда у него локальные вершины до среза ставок, иногда после. Не то, чтобы он все время находит вершину за определенное количество месяцев до первого среза или после. Это кое-что, что я думаю, стоит учитывать. И у вас все еще могут быть примеры, где у вас ралли и потом первый срез ставок и он убивает ралли. Это то, что произошло в 2019. Причина, по которой я говорю о некоторых схожестях с 2019 и где надо быть на чеку, потому что он может быть похожим. Вот, где надо быть на чеку. И причина, по которой я говорю о схожестях, из-за того, что мы видели очень похожий таймфрейм в 2019. Золото прорвалось. Был большой диапазон, в котором оно вечно сидело, потом прорвалось и когда это произошло, была вершина у биткоина. И окей, если то же самое происходит опять, золото прорывается, локальная вершина у биткоина, которая продержится 6-9 месяцев. Это произошло в марте. Уже прошло 4 месяца. И если бы это отыграло, как в прошлый год после года халвинга и было бы ралли над 20-м мувингом в августе, потом откат в сентябре и новые максимумы в четвертом квартале, это было бы примерно 6 месяцев. Минимум этого таймфрейма приблизительно в 6-9 месяцев. Уже прошло 4. Так что можно сказать, что 2019-й отыгрывал. Вопрос. Продолжится ли это? Потому что если наложить 2019-й и игнорируете пандемию, наложите его вот сюда, и, наверное, нужно его расширить, чтобы оно сошлось. Вы можете видеть, что биткоин также получил ралли в районе этого времени в структуре. И вот где тест. И это то, что я сказал ранее, когда пытался понять, год ли это после года халвинга или это будет 2019-й. Что произойдет на 20-м мувинге? Потому что оба пути, которые мы рассмотрели, 2019-й или год после года халвинга, оба они включают движение обратно к ленте поддержки бычьего рынка. В 2019-й мы вернулись. Мы вернулись вот здесь. И также 2021-й мы вернулись к ленте вот тут. И в 2017-м. На самом деле, 17-й не был хорошим примером, потому что мы не закрывали неделю под лентой. Но в 2013-м было недельное закрытие под ней, и потом мы вернулись. Из-за скорости движения выглядит больше похожим на год после года халвинга. Потому что в 2019-м, когда у нас было это движение, было очень много консолидации на этих низких ценах. Примерно месяц после падения под ленту. Сейчас, что сразу после падения под ленту. Всего прошла одна неделя, чтобы вернуться обратно. Тем не менее, с падения под 20-й простой. Прошел примерно месяц. Так что в этом смысле это все еще может быть как 2019-й, но одна из вещей об этом движении в 2013-м, потому что они оба были 5-го июля. Эта следующая неделя закрылась над 21-м экспоненциальным. На прошлой неделе, к сожалению, этого не было. Мы сейчас над ней. И если мы закроемся на этих уровнях, то это будет недельным закрытием над 21-м экспоненциальным. Но пока этого не произошло. Посмотрим, что произойдет. Потому что мы очень близки к 20-му простому. 20-й простой примерно в районе 65-ти с половиной тысяч. Это уровень, который я озвучивал пару недель назад, до которого мы в любом случае пойдем вне зависимости от того, что будет в четвертом квартале. И это люди должны понять, что вне зависимости от того, что будет в четвертом квартале, наиболее вероятное развитие событий, опираясь на 2019-й, 13-й, 17-й, 21-й. Всегда тест 20-го мувинга. Мы узнаем мощь этого движения, исходя из того, пробьемся ли мы над 20-м мувингом. Или, если это будет сопротивлением, и потом у нас будет уменьшенный минимум. В плане того, где мы сейчас были. Это, я думаю, будет большим вопросом, на который нужно будет ответить в следующие пару недель. Будет ли у нас уверенный пробой 20-го мувинга или нет? Посмотрите на разницу с 13-м. Как только мы пробились обратно через 21-й, мы попросту-просту медленно двигались выше. Но посмотрите поближе, что произошло. У нас был фитиль до 21-го и потом красная неделя. Фитиль наверх и большая распродажа. И мы в итоге закрыли неделю в красном, но мы все еще закрылись над 21-м. И потом мы увидели, как биткоин между двумя этими мувингами просидел примерно месяц. Так что, если это похоже на 2013-й, стоит ожидать, что он проведет некоторое время между 20-м и 21-м мувингами. Но вот в чем прикол. был ли это 2013-й? Видите вот этот фитиль? Был ли этот 13-й? Даже предыдущая неделя был фитиль. Но был ли это 13-й? или 2019-й? И там и там мы видели, как биткоин вернулся к 20-му мувингу. Послушайте, мне сложно с этим, честно, потому что с одной стороны, возвраты от начала года очень похожи на год после года халвинга. с другой стороны, если вы посмотрите 2019-й, тоже была структура уменьшающихся максимумов, где были очень слегка уменьшающиеся максимумы и слегка уменьшающиеся минимумы. Но даже после минимума, который пробил 20-й мувинг, у нас все равно было движение обратно к нему. И это был еще один уменьшающийся максимум. Сможет ли биткоин вынести эту структуру уменьшающихся максимумов? Я не знаю, как вы это рисуете. Можно вот так, где она попросту на этих максимумах. Можно также нарисовать, чтобы соединить вот эту точку и вот это недельное закрытие и вот это ложник. Все равно можно подняться до 69, но максимальное движение максимум до 71 тысячи. Это тест на 20 мувинге сможет ли биткоин пробиться через него. И одна из опасных вещей, которые могут произойти с многими людьми в такие времена, и я говорил это в 23-м, когда биткоин так двигается, это может быть опасно предполагать, что какой-то определенный уровень должен быть сопротивлением и, конечно же, где-то оно будет. Но сложно, сложно знать, где это будет, вынос ли это максимумов, и потом спуск обратно вниз. Мне кажется, у Теслы что-то такое было. Попросту у нас было движение с выносом максимумов, и потом довольно сильный откат. Конечно же, оно все еще тут, но откат был. опять помните, даже если это 2013, у вас все равно будет какая-то форма отторжения от 20-го мувинга. Если это 13-й, если 19-й, также будет отторжение от 20-го мувинга. Где это становится интересно, это что происходит после этого, будет ли консолидация и потом движение обратно наверх в августе или будет ли это то же самое, что в 19-м. Попросту спуск обратно к 21-му экспоненциальному. Если посмотреть, вы можете видеть, что у нас было движение к 20-му, потом движение обратно вниз к 21-му, неделя на нем, и потом мы медленно пошли вниз. Это, мне кажется, что стоит учитывать. И одна из вещей, о которых стоит думать, это структурно в 19-м, почему это произошло, почему он не продолжил выше. И если честно, ваши догадки такие же хорошие, как мои, но одна потенциальная причина в том, что когда Федрезерв срезает ставки, люди, которые сильно избегают риска, вероятно, такие, как я, которые держатся за голубые фишки во время увеличения процентных ставок и так далее, они могут посмотреть на эти вещи и подумать, они падали к биткоину последние три года, может быть, сейчас они будут показывать себя лучше, когда срезают ставки. Проблема с биткоином, когда такое происходит, в том, что если люди начинают менять свои ставки с биткоина на что-то еще, это некоторая ликвидность, которая потеряна. Может быть, это может объяснить то, что биткоин в 19-м поставил еще один уменьшенный минимум и потом был еще один после этого, но, конечно же, это уже из-за рецессии, из-за пандемии. Так что это может быть из-за этого. Одна из вещей, которые также стоит учитывать касательно денежной политики, это почему это так отыграло в 2019-м? Одна из вещей, которой стоит помнить о 2019-м, это то, что биткоин получил ралли на первом срезе ставок. Но одна из вещей о 2019-м, в том, что в июне Федрезерв заявил, что не будет срезать ставки до 20-го. Так что в июле, когда они в итоге срезали ставки, это было сюрпризом для рынка. Сегодня это будет эквивалентом. Сегодня, если они срежут ставки через 2 недели, когда никто не ожидает. Опять же, это не лучший сценарий, и не думаю, что должно быть лучшим сценарием. Я думаю, что они довольно ясно донесли, что они подождут. И вы можете видеть, что сейчас шансы среза 8,8%. Более вероятно, что у нас он будет в сентябре. Вот в чем вопрос. Видите ли вы какую-то форму? Потому что, опять же, в 19-м не было подготовки в цене к срезу ставок, потому что они сказали, что у нас не будет его до 20-го. И потом, когда он случился, сразу пошла реакция. Сейчас все и их брат ожидают срез ставок в сентябре. И сейчас, когда цена к нему подготовилась, не только активы, такие как биткоин, хорошо себя показывают. Рассел, посмотрите на Рассел, Рассел 2000, он хорошо себя показывает. Маленькие компании, они ждут более мягкой денежной политики. Вот в чем прикол касательно Рассела. Если на него посмотреть к Насдаку, это было хорошее движение, но он все еще не над лентой поддержки бычьего рынка. И мы видели похожие движения, где он двигался обратно даже над 20-м мувингом, но не смог его удержать. И на самом деле, он двигался к 20-му летом 2023-го. Видите, он двигался обратно к 20-му мувингу, но потом все равно упал вниз. Это правда, я это всегда говорил, когда приходит более мягкая денежная политика, более высокорисковые активы показывают себя лучше, чем низкорисковые. Вопрос приходит ли это время или у голубых фишек есть еще одно движение в плане забора доминации. Мое мнение с биткоином в том, что у него есть еще одно движение в плане доминации, когда доминация биткоина вырастет сильно. Сейчас она в районе 55%, но я три года повторял, что я думаю, что это ралли будет продолжаться до 60%. Я думаю, что оно достигнет этого значения в четвертом квартале этого года. В четвертом квартале я вижу доминацию примерно на 60%. Вопрос, если это правда, если мы в это верим и посмотрим на доминацию биткоина без стейблов, он идет по трендовой линии, по которой он идет вечность. Если вы в это верите, то вопрос, будет ли это на ралли биткоина или на дампе. Это может быть и то, и то. Может быть что-то одно, может быть просто ралли. Я не знаю, очень сложно знать. В последнем цикле, что мы видели, мы увидели ралли, пока альткоин биткоин пары не упали. И в этом цикле мы все еще не увидели. Они очень близки, но все еще не пробились вниз. Это кое-что, что еще не произошло. Еще кое-что, что стоит учитывать, если посмотреть на биткоин доминацию плюс USDT доминацию, оно все еще на уровне, на котором оно было до среза ставок в прошлом цикле. Рынок ждет среза ставок. И потом, мне кажется, это пойдет выше. И конечно же, если посмотреть на доминацию USDT, это, я думаю, это то, что мы наблюдали много раз в прошлом, когда он доходит до этой трендовой линии, пробивается через ленту поддержки и потом тестирует ее сверху. У нас не особо есть данные в 2013, это стейблкоины, они тогда не были большой частью рынка, но если вы посмотрите на то, что произошло в 2019, когда биткоин пробился над 20 мувингом и потом спустился под него, так что давайте посмотрим, что произойдет, сможет ли он удержаться и если это сложно для вас, давайте посмотрим, что будет. Ребята, я всегда говорил, моя стратегия это большая часть биткоин, потому что это дает мне доступ к приростам, но также минимизирует риск, потому что если будет слив, мое предположение, что в какой-то момент биткоин восстановится, потому что скорее всего мы вернемся к более мягкой денежной политике. Вот почему я решил придерживаться биткоина. Да, я пропустил прибыли в рынке альткоинов, но по крайней мере у меня есть причины, и причина была правильной, доминация выросла, но это правда, что некоторые альткоины хорошо себя показали. Это то, где мы сейчас. И я думаю, что самый большой вопрос для меня сейчас это риторика, которая встречается в криптовселенной. Сдвинутый ли это влево цикл, или обычный. Одна из интересных вещей, если вы посмотрите на возвраты биткоина от минимума и сравните с последними двумя циклами, мы там, где мы всегда были. Ну, то есть, кому какая разница, если мы там, где мы всегда были в это время. Если вы сравните от пика и посмотрите на последние два цикла, мы обгоняем наше обычное положение, но если взять от пика в апреле и сравнить с циклом в 2016, и многие сравнивали, похоже, что мы там, где мы были тогда. Если мы будем следовать движению с 2016, то возможно, мы готовимся к циклу, сдвинутому влево. Но причина, по которой я не очень уверен в этом, в том, что три цикла подряд. У нас был пик в четвертом квартале года после года халвинга. И может быть, это отыграет еще раз. Будет пик в четвертом квартале года после года халвинга. и все слишком усложняют с этой идеей пика сдвинутого влево. Я не знаю. Мне кажется, это может быть заслужено, особенно учитывая, что прошлый год биткоин прошел больше, как год халвинга по возвратам. И в этом году больше, как год после года халвинга по возвратам. И мы видели 13, 17 и 21. У них у всех был этот летний спад. И в 13 и 21. Мы упали до 20 мувинг, а потом вернулись над ним к июлю августу. Так что это выглядит напоминающе это. Так что я бы сказал вот что. Если он просто получит ралли в четвертом квартале или даже в первом, то может быть это сдвинутый влево пик. Я не знаю. Если с другой стороны мы встретим сопротивление на 20 мувинге, как в 19. если он сделает что-то такое, где он вернется обратно наверх, отторгнется и потом пойдет обратно устанавливать уменьшенный минимум. И будет все это с инверсией кривой доходов и так далее, то возможно это просто нормальный цикл. Будет просто какой-то более длительный нисходящий тренд здесь, который будет дольше, чем люди хотят. Так что я не знаю, действительно не знаю, что будет, но я думаю, что нужно знать, что высматривать в районе 20-го мувинга, который сейчас на уровне 65 тысяч. На более короткосрочных таймфреймах, если посмотреть на дневные, мы сейчас на 50-м простым и в 2023-м у нас был ралли к нему, потом мы немного откатились и потом над ним поднялись. То же самое с сотым. Поднялись к нему, откатились и потом началось движение. Посмотрим. Мы только что поднялись к сотому в 2019-м. Вы можете видеть, почему это сложно, потому что это то же самое, похоже очень. Очень сложно знать. И мы также говорили о недельном RSI. Если вы посмотрите на недельный RSI, это все еще выглядит будто мы можем пойти по любому из этих двух путей. Если вы посмотрите на то, что было в 2019-м и 2023-м. Дайте-ка я это почищу, чтобы было лучше видно. Что вы заметите, это то, что в 2023-м недельный RSI нашел здесь дно, потом было ралли наверх. Сейчас мы над этим уровнем, но опять же, если к концу недели биткоин остынет, будет переваривание движения, недельное закрытие может быть на этом уровне. И в 2019-м было такое же движение. У нас было целое видео по индексу относительной силы, о том, как это было дно в 2023-м и 2019-м, и о том, что дальше мы ожидаем, что RSI поднимется обратно приблизительно на 54-м, сейчас он на 56-57, но опять же, неделя только началась, она может закончиться на 54-м, но это я думаю, ну то есть, будет ли это 2019-й, и мы спустимся на новый минимум, или 2023-й, и у нас будет ралли в четвертом квартале, может быть что-то такое, где у нас будет откат, и потом рост, и может быть он вернется вот сюда, где у нас было первое движение в 23-м, и потом спустится вниз, может быть что-то такое, или может быть он спустится вниз, отскочит, и потом упадет как в 19-м, это мне кажется два варианта, которые стоит рассматривать, мне кажется об этом надо думать, как что случится на 20-м мувинге, потому что это я думаю то, что покажет будет ли это как в год после года халвинга или 19-й, и мне кажется имеет смысл хеджироваться учитывая оба варианта, один из способов это иметь позицию в биткоине, но также иметь что-то на стороне в случае отыгрыша в ситуации 2019-го года, что может быть это не то, не то, у вас может быть ситуация, и это будет странно, что случится если у вас ситуация, где это выглядит как 2013-й, 21-й, 17-й, где вы вернетесь обратно, протестируете ленту поддержки бычьего рынка в сентябре, удержите как поддержку, и вырастите в октябре, но из-за среза ставок начнется слив, как в 19-м, так что это комбинация 2019-го и 2013-го, где мы видим это движение в четвертом квартале, но потом его тормозят из-за среза ставок, и опять же, насколько мы сейчас знаем, Федрезерв начнет срезать в сентябре, посмотрим, к сожалению, со ставками и так далее, у нас нету много данных в плане биткоина, как рынок отыграет, но я бы сказал, по крайней мере, этот цикл даст нам данные, и я думаю, что одна вещь, которой нас всех научили, это когда Федрезерв повышает ставки, ожидание в том, что голубые фишки будут забирать свою долю рынка, и это не обязательно означает биткоин, если вы посмотрите на доминацию биткоина и эфира, она тоже росла, и скорее всего пойдет на 80%, это звучит как много, но она уже на 73%, что кстати уровень, на котором она была, когда Федрезерв начал срезать ставки в прошлом цикле, 73%. Итак, мы видели, как это долго отыгрывало, я думаю, что у нас будет это финальное движение к концу года, где доминация голубых фишек вернется к верху диапазона, и биткоин и эфир